Вещи на улицу, комнату на дезинфекцию. Джерканай Камчеева рассказывает, как на прошлой неделе из дома выселяли ее соседей. С этой семьей у нас много лет недопонимания. Оба супруга периодически выпивают. У отца открытая форма туберкулеза. Он заразил детей. Старший сын прошел курс лечения. Затем мы узнали, что заболела старшая девочка и пятилетний сын. Родители детей не лечат. В связи с этим мы решили вынести все их вещи и провести дезинфекцию. Супругов Эльмиру Манкову и Камалдина Зимбаева, проживающих в частном общежитии номер 4 в микрорайоне Черемышки, соседи решили выгнать на улицу из-за опасности заражения. Супруги нигде не работают. Дети по прошанию чуют на улицах. Заболевшая открытой формой туберкулеза Камалдина Зимбаева, отец пиццерых детей, вместе со своей гражданской супругой проживали в этой однокомнатной квартире общежития. На сегодняшний день, как по словам соседей, уже на протяжении 4 дней их нет. Сейчас врачевского областного тубдиспансера уверяют, здоровье Камалдина Зимбаева не вызывает опасности, а двое больных детей находятся на принудительном лечении. У него была открытая форма, у него была туберкулеза. Он у нас находился на стационарном лечении. Когда у него стала уже закрытая форма, палочку туберкулезную в мокроте не находим, рентгенологически было улучшение процесса, мы таких больных через 2-3 месяца выписываем. Сейчас состояние детей стабильное, получают лечение, а девочка учится в школе при клинике. Тем временем в Оржской области наблюдается увеличение роста заболеваемости туберкулезом. Если в советское время на тысячу здоровых приходилось 54 больных, то сегодня порядка 80. Раньше таких больных лечили принудительно. После реформ в медицине такие болезни лечат амбулаторно. По нашему менталитету это не подходит. Наши граждане несознательно относятся к болезни. Увеличению роста заболеваемости способствуют плохие социальные условия, внутренняя и внешняя миграция. Новые данные ВОЗ свидетельствуют о том, что достижение глобальных целей в борьбе с туберкулезом странам необходимо существенно активизировать усилия по профилактике, выявлению и лечению этой болезни.